Добрый день, здравствуйте! Сегодня совершим и сделаем попытку и посмотрим на обеточную косу или косу, как говорят местные. Это не будет мавитон, верно, так и так, потому что речь идет о песчаной косичке, а не о девичьей. Заглянем на курортную часть, кусочек необитаемой территории и сам ландшафтный заповедник, начало заповедника. Ландшафтный, потому что на заповеднике частично разрешена хозяйственная деятельность, конечно, при обязательном условии сохранения всего-всего ценного. А ценного в заповеднике очень много. Вначале, наверное, нужно обозначить, что Приморск – это город на юго-востоке Запорожской области. Сегодня Приморск относится территориально к Бердянскому району, Бердянск районный центр. С северо-востока на юго-запад протекает река Обеточная, протяженность 96 километров. Не всегда она полноводная, но все же есть места, пригодные и для рыбалки. Реченька простирается параллельно морю 17 километров и делит город на две части – Старый центр и за мостом. Это район стадиона, еще называют Приморск-2, по-народному Обеточная. Центральная улица Шевченко. Первая по ходу течения – это улица Речная и Набережная. Крайняя, в сторону моря, улица Партизанская и Каштановая. Обе части города соединяют мосты через реку Обеточную. Первый мост по улице Морской, второй по улице Новицкого. И железный пешеходный мост соединяет улицу Новицкого с микрорайоном, поликлиникой, школой, садиком, техникумом и профтехучилищем. И все это по улице Морской. Морская улица начинается от Почты, проходит через мост речки Обеточной и заканчивается на центральном городском пляже. Путь у нее от Почты до пляжа, до самого берега, 4 километра. Перешагнув гребень, отделяющий речку от моря, по улице Морской, опускаемся на улицу Курортную. А вот уже по улице Курортной, по одной из ее сторон, расположены базы отдыха, коттеджи, домики, дворики, палаточные городки, санатории. Вот такая протяженность удаления с востока на запад цепочки баз отдыха по одну сторону улицы дороги, 12 километров. Крайняя база со стороны ветрогенераторов Борисовских круч города Бердянска, это база Ясная Поляна. И крайняя база в сторону заповедника Коса Обеточная, база отдыха Перлина, народное название Вертолетчики. Это вот на юго-запад, юго-западная сторона. И фактическая первоначальная точка начала Косы находится именно здесь, где заканчивается Борисовский кручий и начинается территория лиманов. Раньше лиманы были ближе к Борисовским кручам и начинались от Заготзерна, сейчас это Ясная Поляна. Дальше пенерский лагерь Онега, сегодня база отдыха Волна, пансионат Дорожник. Так и выглядит первый походу лиман, уже видно мостик для прохода к морю от базы отдыха. И вот интересное место между пансионатом Дорожник, оздоровительным комплексом Прибой расположился санаторий Глория. Старое название грязи-лечебница, а Прибой раньше назывался пионерский лагерь Прибой. И вот мы сейчас ходим, можно сказать, что по лиману, бывшему лиману, который здесь располагался. Вот в этом месте был иловый лиман с целебными грязями, их заготавливали вручную для грязи-лечебницы. От Прибоя до центрального пляжа все базы отдыха с лиманами, проход к морю по мостикам. От центрального городского пляжа до комплекса Фэмили Гранд Апартаменты, раньше это место называлось Ореховая Роща, мостики в этом крае уже подлиннее, до 800 метров. Участок без лиманов, начинается кусочек, это вот старый пляж и до базы отдыха Солнечная. Дальше автостоянка Турист, база отдыха Перлына, вертолетчики, полноводные лиманы, безлюдная необитаемая территория. И до самого-самого поселка Набережная, 10 километров. Такая вот ракушечно-песчаная косичка начинается и тянется-тянется в открытое море между Бердянским и Обеточными заливами. С одной стороны море, залив, а по другую сторону лиманы, озерца, такие небольшие болотца, они тянутся вдоль косы, тянутся-тянутся аж до поселка Набережная. И вот лиманы тянутся до самого поселка Набережная. Здесь они и заканчиваются. Вот туда направо сам поселок Набережная, речка Соленая, речка Обеточная. А налево, в левую сторону, мы сейчас туда проедем, там уже мысок Рыбстан, или как его называют Пацанов мыс. Конец окончательно заканчивается там лиманы и коса уходит в открытое море. И вот с мыска дальше по косу через лиман видно уже косу. Песчаный насыпь до этого места, если ехать по косе от ее начала, от переезда или шлагбаума, 6 километров. И дальше коса между Бердянскими и Обеточными заливами углубляется в море на 24-26 километров. Всего же коса уходит в море. Общая ее длина около 30 километров. Очень-очень красивые места, особенно летом. Удаленный отдых, рыбалочка, экзотика, необыкновенно привлекательный морской берег. Ну а общее, общепринятое понятие начала косы расположено и находится вот здесь. Именно вот у этой оленей головы. Все начинают знакомство именно отсюда. И это, наверное, правильно. Здесь начало охраняемой территории, ландшафтного заказника, общегосударственное значение, обеточная коса, Украина, Запорожская область, город Приморск. В конце нужно повиниться за неточности, допущенные. Может быть, это же не хронология, просто народный взгляд на косу сегодня. Спасибо огромное, кто смотрел и слушал. Признательность за терпение и благодарность за понимание. С уважением, Автотакты.